Всем привет! С вами Диз! Это мой первый обзор игровых устройств на канале и сегодня мы посмотрим на игровую мышь Тесора Гунга Нир и коврик Тесора Еджис Х3. Тесора – перспективная компания из Америки. Она совсем недавно начала внедрять свои девайсы в Россию, а также локализировать их. Гунгнир в германо-скандинавской мифологии. Копьё Одина. Мы ещё не раз увидим от Тесора отсылки к мифологии. Коробка мыши, впрочем, как и все коробки Тесора, выполнена в стиле трапеции. Коробку можно открыть спереди, чтобы увидеть мышку. Там есть липучки. Ещё дано небольшое описание самой мышки. Сама коробка открывается сзади. В комплект поставки входят инструкции по применению, диск с программным обеспечением, самомыш и буклет с другими устройствами Тесора. Дизайн мыши строгий. Лично мне он понравился. Он вносит разнообразие среди других мышек. Качество пластика, из которого выполнена мышь, высокое и приятно на ощупь. Мышка хорошо лежит в руке, хоть поначалу непривычно ощущать угловатые формы по бокам. Мышка симметрична, а значит подойдёт и левшам, и правшам. Её характеристики. 3500 DPI. Для экшн-игр этого вполне хватает. 7 клавиш. Левая кнопка мыши, правая кнопка мыши, колёсико, 2 клавиши слева, 2 клавиши изменения DPI. DPI можно изменять между 450, 900, 1800 и 3500 DPI. 900 стоит по стандарту. 54 килобайта встроенной памяти для хранения настроек. Кстати, девайс кликает тихо, об этом не беспокойтесь. Давайте рассмотрим программное обеспечение, прилагаемое в комплекте. При установке не появляется ярлыка на рабочем столе, поэтому в меню пусто запускаем Gungnir Gaming Mouse Configuration. В приложении мы можем переназначить все клавиши, кроме левого клика, на функции мышек, функции Windows, функции медиапроигрывателя, изменения DPI, макрос, на любую клавишу, запуск приложения и прочее. На картинке обозначены клавиши мыши и цифры к ним. В меню управления макросами мы можем выбрать существующий макрос или создать новый. В меню создания макросов нажимаем на Start Record, начнется запись. Теперь мы можем создать конфигурацию из 20 действий. Остановить запись и сохранить макрос. Есть прочие настройки. Теперь мы можем применить изменения. А еще эта мышь имеет подсветку! Она просто великолепно светит в темноте четырьмя цветами. Рекомендуемая цена на Тесоры Гонгнир по состоянию на август-сентябрь 2013 года – 1690 рублей. Тесоры Гонгнир – оптическая мышь с интересным дизайном и хорошей ценой. Если бы не моя мышь в Десаду 2013, скорее всего я бы взял именно ее. Переходим к обзору Тесора Aegis X3. Тесора Aegis X3 – это качественный коврик для мыши. На упаковке мы можем заметить приклеенную ткань, изображающую покрытие коврика. Aegis – от английского Aegis, Aegida – мифический щит Зевса и Афины, богов Древней Греции, а также артефакт, дарующий вторую жизнь в дотах. При упаковке буклетик и инструкции по применению положили прямиком в ковер. Коврик имеет габарит 36 см в ширину, 30 см в высоту, 3 мм в толщину. Ковер имеет тканевую оплетку, поэтому прослужит долго. Дизайн ковра угловатый, похож на дизайн Тесора Гунгнир. Существует еще три версии данного ковра – X1, X2 и X4, которые меньше и больше соответственно. Тесора Aegis X3, естественно, имеет пререзиненное покрытие, из-за чего не скользит на столе. В целом, это отличный коврик, большого размера, который не скользит на полу, имеет такой же нестандартный дизайн, как и наша мышка Тесора Гунгнир, и в целом не очень большую цену – 899. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Работал я над ним сегодня ровно 5 часов, включая съемку, написание текста, озвучку и монтаж. Постараюсь делать такие обзоры и дальше, если они вам, конечно же, понравятся. Купить Тесоры Гунгнир и Тесоры Aegis вы можете в магазине FAKIN PRO, теперь это мой партнер. Ссылку на этот магазин игровых устройств вы можете найти в описании. Использованные материалы. Аудасити. Адоб Премьер ПРО CS6. Джек Воп. Роккин Ти. Планзи. Бэси. Ремикс. Сони HDR. ЦХ-190. Пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Я заколебался, писатекст.